Почти 4 часа, более полусотни вопросов. Журналисты ждали этого события весь год. Лично задать вопрос президенту страны Владимиру Путину во время большой пресс-конференции одна из целей каждого представителя СМИ. Встреча, как и все предыдущие годы, состоялась в Центре международной торговли. Сюда представители средств массовой информации начали съезжаться задолго до начала большой пресс-конференции. В этом году рекордное количество, 1600. И некоторые журналисты привлекают к себе внимание. К примеру, мой коллега из Калининграда в костюме Деда Мороза сегодня тоже будет задавать вопрос президенту. Какой вопрос вы будете задавать? Мой опыт касается перевозки из Калининграда в Москву и в другую точку России. А вот журналистов из Нижнего Новгорода больше всего волнуют проблемы, связанные с поднятием уровня Волги до 68-й отметки. Вопросов у нас, на самом деле, много. Один, наверное, из главных – это про Чебоксарский ГЭС. Если поднимем до 68-й отметки, то Нижний Новгород, Нижний Новгород, Нижний Новгород, Нижний Новгород и Новгород, частично, не все, конечно, но частично. Проблема не на вам. Чуваший, напротив, подъем до 68 метров выгоден, а 63-я отметка является для Великой реки экологической катастрофой. В течение последних десятилетий Волга мелеет, затруднено судоходство, уходит большая рыба. Кстати, вопросам экологии в 2017 году на всех уровнях уделялось большое внимание. Президент России Владимир Путин поручил ликвидировать накопленный вред экосистеме Волги, научиться бережнее использовать ее ресурсы. Одна из самых ожидаемых тем – решение Международного олимпийского комитета о допуске чистых российских спортсменов на Олимпиаду под нейтральным флагом. Приехали мы издалека и хотим задать вопрос касаемый спорта, большого спорта. Они славятся своими и зимниками, и в летних видах спорта. Я думаю, что они побеждали своих конкурентов и победят и чиновников могут. Эта пресс-конференция особенная, на мой взгляд. Она завершает период правления шестилетней Путина, третий его президентский срок. И в этом плане она как бы подводит итог этому правления. А мы знаем, чем эти шесть лет были отмечены, с чем они связаны. Это, конечно, в принципе Украина, Крым, Сирия, санкции, Олимпийские игры. Это все волнует, волнует наш народ, всю страну. И, естественно, вопросы будут двигаться в этом направлении. Вообще, на большой пресс-конференции президента России в этом году в приоритете были вопросы внутренней политики. Исполнение майских указов, получение субъектами федеральных средств, налоговая реформа, реструктуризация задолженности регионов – это лишь малая честь того, что удалось обсудить за почти четыре часа. Кстати, в этом году вопросы начали задавать не ветераны, а представители кремлевского пола. Слово вначале дали молодым. Языковой вопрос озвучили корреспонденты из Татарстана. Глава государства заявил, что люди должны иметь возможность обучаться на родном языке, будь то чеченский, татарский или любой другой. Необходимо обеспечить в регионах возможность изучать как русский, так и национальные языки, отметил президент. Коснулись и одной из последних инициатив Владимира Путина в социально-демографической сфере – пособия на первенцев, которые семьи начнут получать с 1 января 2018 года, продление программы маткапитала, спецпрограммы ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок. На эти меры за 2018-2020 годы потратят около 500 миллиардов рублей. Разумеется, президенту задали вопросы по выборам. Он идет как самого движенец. Предвыборную программу готовят. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика, из Москвы.